Как ваш вес влияет на секс? Очень активно. Способность заниматься любовью отражает ваш биологический возраст и потенциальную продолжительность вашей жизни. И пока вы не просто хотите, но и можете заниматься любовью, в вашем организме по-другому течет обмен веществ, как у молодого здорового человека, и ваша жизнь практически в безопасности. Но вес, любое изменение веса, может поставить на этом процессе большой и жирный кресло. Вы хотите неожиданно попасть на проблему? Или вам все-таки хочется более целенаправленно жить в этих непростых экологических условиях? По статистике, сегодня более 50% людей, особенно в развитых странах, страдают от ожирения. Но они не страдают, они его имеют. А ожирение провоцирует множество болезней в вашем организме. Ну, самое простое последствие ожирения или избыточного веса, это жировой гипотез. Как только метаболический мозг вашего организма работает не так, как хотелось бы, появляются различные метаболические изменения, метаболические нарушения. Как только печень плохо управляет обменом углеводов, у вас сахар крови повышается выше 4,5 ммл, и легко и просто развивается сахарный диабет второго типа. Как только ваша печень не способна управлять обменом жиров, у вас изменяется липидограмма, и вы попадаете на раннее развитие атерослероза сосудов, которые сегодня у мужчин стартуют с 20 лет, у женщин с 35. Как только ваша печень плохо управляет обменом белков, у вас появляется подагра, повышается уровень мочевой кислоты, летят суставы, почки, ну и страдает, конечно, безусловно, весь ваш организм. Когда вы последний раз были на приеме врача, а когда вы последний раз контролировали анализами крови состояние своего организма, и как часто, кто чаще попадает на осмотр? Вы в поликлинику или ваш автомобиль на СТО? Задумались вы над тем, что вы стоите немножечко дороже, на несколько порядков того автомобиля, который вы имеете, на котором вы ездите? Ну, 10% людей примерно страдают от недостаточного веса, вернее, они тоже имеют недостаточный вес, они от этого не страдают, они считают, что это классно, и попадают на скрытую проблему. И, как вы понимаете по статистике, большинство людей не знают, что такое правильное питание, поэтому имеют различные отклонения от нормы. Вы знаете, часть людей, которые как бы сегодня находятся в пределах нормы, они, скорее всего, что движутся, часть в ожирение, часть в дистрофию с недостаточным весом. И пока вы не обеспечите себе правильное питание, под те условия, в которых вы находитесь, ваша жизнь и ваше здоровье в серьезной опасности. Потому что состояние оценка толстой и худой, это больше эмоций. А есть надежный и четкий индикатор. Его называют просто индекс массы тела. Индекс массы тела. Что это такое? Это, как он вычисляется, легко и просто, вы это можете сделать в процессе, даже просматривая это видео. Это ваш вес в килограммах, разделенный на рост в квадрате. То есть, допустим, у вас вес 100 килограммов, тут понятно, будет цифра 100 сверху, рост, допустим, метр пятьдесят, умножаете полтора на полтора, получаете 2,25. Делите и получаете результат. Свой индекс массы тела. Ну, норма, напомню, есть, да, прокрустного ложа нормы, в которую вы можете попасть. Это цифры от 18,5 до 25. Как вы понимаете, цифры ниже, это поход в дистрофию, вес недостаточен, цифры выше, это переход в ожирение. И то, и другое состояние плохо, но не одинаково плохо для мужчин и для женщин. Цифры ниже, ну, есть у женщин, знаете, легкий бонус. Это цифра 16,5. То есть, находясь в зоне от 16,5 до 18,5 по индексу массы тела, женщин находятся в опасной зоне, но еще такая, скажем так, условная опасность. Индекс массы тела ниже 16,5 вызывает жесткие гормональные нарушения, следствием которых является не просто регулярное попадание в депрессию, снижение уровня артериального давления, вот та самая гипотония 90 на 60, 100 на 70, она характерна при этом весе. Но у вас еще и теряется самое главное, это женственность. Потому что в этих условиях ваш организм понимает, что женщина находится в очень плохих условиях, ей не хватает, видимо, денег на правильное питание, организм истощен, и в этих условиях женщина не может выполнить свое главное предназначение родить ребенка. Может быть и ни одного ребенка. И половая система в этом случае выключается. Месячные вначале становятся скудными, потом исчезает вовсе. И способность деторождения у женщины исчезает. Ну, конечно, некоторые могут регулировать таким образом свои отношения. Да, в этом случае можно заниматься любовью без последствий. Это можно расценивать как противозачаточное такое состояние. Но, очень опасное, потому что в этом случае полезных питательных веществ нет. Главный биохимический мозг вашего организма печи находится тоже в состоянии дистрофии. Не может обеспечивать постоянно работающие, активно работающие клетки полезными питательными веществами. Дистрофия развивается, и, к сожалению, продолжительность жизни она сокращается. А каждый хочет жить не только лучше, но и дольше. Для мужчин эта зона, в принципе, вот зона 16-18, она где-то даже и полезна. Ну, вы знаете, есть такое хорошее выражение, что худой петух, он жарче клюет. Да, действительно, мужчина здесь находится в состоянии легкого такого стресса. И, по большому счету, он становится не только более агрессивным в окружающей среде, но и по отношению к женщине. А в состоянии секса это тоже нужно. Но, тут важно понимать, как мужчину к этому подготовить. Потому что, находясь в этой зоне, мужчина, да, он активен, но, вы знаете, он активен короткое время, потому что у него нет запаса питательных веществ. Секс продолжается, может быть, часто, но, вы знаете, очень короткое время. Пару минут, и все, и все закончено. А это не всякую женщину устроит. Поэтому, эта зона не самая хорошая, но некомфортная она только для женщин. Самая некомфортная. Зона выше 25 по индексу массы тела, она более комфортна для женщин. Почему? Потому что женщины много. В принципе, она готова к деторождению. Более того, у нее хорошие запасы есть. И это, с одной стороны, хорошо, но, все равно, это выход, определенный выход за пределы нормы. И у такой женщины тоже развиваются гормональные нарушения. У нее тоже могут быть изменены месячные, но они не скудные, как при недостатке массы тела, как правило, более обильные, но эндокринная система работает плохо, и обмен веществ в организме обеспечен плохо. У мужчин эта зона неоднозначна. Этот показатель для мужчин неоднозначен. Почему? Потому что, в принципе, мужчина, подкачав мышечную массу, тоже может попасть по индексу массы тела в эту зону, в эту область. И может теоретически оказаться в состоянии ожирения. Но это за счет мышечной массы, не за счет жировой массы. Поэтому для мужчин есть в этой еще один проверочный показатель. Это объем талии. По некоторым показателям считается, что допустимый объем талии для мужчины это 94 сантиметра. Ну или, если вспомнить советскую одежду, это 46 размер. Вы знаете, в этом случае вне зоны ожирения только мужчины, ну низ маленького роста, потому что мужчина более крупный всегда выйдет за эти границы. И просто по факту более высокого роста он как бы попал в опасную зону. Есть другой критерий. Все-таки талия должна быть примерно 102 сантиметра. Вот пока у вас талия, ну скажем так, присутствует пока талия ниже этой позиции, все хорошо. Как только вы не знаете, как обеспечить себе правильное питание и начинаете накапливать, вес может накапливаться во всех частях тела, но только он начинает накапливаться на животе, и у вас от неправильного питания, как сейчас у меня, начинает расти живот, возникает серьезная проблема. Абдоминальное ожирение это очень опасный тип ожирения, потому что здесь фактически работает похоронная команда у мужчин. И чем больше было у него мужских половых гормонов, тем активнее они здесь превращаются в женский. Идет трансформация мужчины в женщины. Мужчины начинают расти, вместо мышц на грудной клетке начинают расти грудные железы, которые по форме начинают напоминать молочный. И это очень опасное состояние. Тем более, что в этом случае у мужчины даже визуально он становится не таким сексуальным, потому что у него визуально уменьшается половой член. И вы знаете, даже есть такой термин, он не очень лицеприятен для мужчин, но это объективная оценка их состояния, их неправильного отношения к своему здоровью. Называется захороненный член. Это очень неприятная ситуация. И для того, чтобы выйти из этой ситуации, нужно что сделать? Нужно обратить внимание на свое здоровье и применить систему правильного питания, при которой живот начинает уменьшаться, жир начинает уменьшаться, объем талии уменьшается, а уровень половых гормонов начинает увеличиваться. И вначале мужчина возвращается в нормальный вес, в нормальные, безопасные для него границы по индексу массы тела, а потом этот же мужчина возвращается к любимой женщине для того, чтобы заниматься любовью. Потому что есть другой вариант изменения этой ситуации. Хирурги предлагают, можно, ну скажем так, освободить член из жирового депо и убирается жировая ткань на лобке. Косметический дефект как бы устранен. Вы получили плюс. Но американцы относительно недавно опубликовали очень интересное исследование. Оказывается, что жировая ткань на лобке это не самая ненужная жировая ткань. Потому что именно там вырабатываются те самые антиоксиданты, которые предупреждают развитие болезни и старения у тех, кто активно и часто достаточно занимается любовью. Потому что хотите вы того или нет, а лобковая зона при этом процессе принимает достаточно активное участие. И массаж этой зоны приводит к тому, что там по-другому течет обмен веществ и активирует обмен веществ в вашем организме. То есть омолаживает ваш организм. И чем чаще вы этим будете заниматься, тем моложе вы опять-таки будете. Давайте вернемся к началу видео, если вы что-то пропустили. Поэтому, если вам нужно не просто регулировать свой вес, но и обеспечить активную половую жизнь, которую, напомню еще раз, это самый лучший способ омоложения вашего организма. Вы должны делать целенаправленные действия в этом направлении. И вам очень важно обеспечить себе правильное питание под ваш пол, под ваш возраст, под ваши особенности, то есть те заболевания, которые вы уже приобрели, увы, в связи с не всегда рациональным образом жизни и системой питания. И в этом случае вы можете легко и просто перейти в совершенно другую возрастную категорию. Ну, до уровня памперсов вы, конечно, не дойдете. Но вы знаете, в подростковый возраст, в подростковый период легко и просто попасть. Уже просто правильно совершать целенаправленные действия, и самое главное, регулярно. Омолодить свою машину можно, поменять там в ней какие-то агрегаты. Омолодить свой организм с пересадкой различных органов очень дорогое удовольствие, тем более, что вы получите органы бэушные, то есть вы не получаете новый орган. В отличие от того, что агрегат свою машину вы не поставите из другой поношенной, поддержанной машины, вы постараетесь новый поставить. В ваш организм вы можете вставить органы бэушные, которые уже кто-то когда-то каким-то образом использовал, ну и не убил их до конца, то есть они еще кое-как дееспособны. Больше того, активируя, применяя системный подход к своему здоровью, вы изменяете биологический возраст не просто только половой системы, вы изменяете биологический возраст всех систем. Вы можете оптимизировать их, потому что, вы знаете, очень много мужчин, к сожалению, погибли как мужчины. Потому что, когда старый организм, где изношено сердце, изношены сосуды, вдруг активировали половую систему, вы знаете, это очень быстрый способ заработать инфаркт, инсульт, смертельную аритмию, и погибнуть мужчиной, да. Но, вы знаете, это не самый способ, не самый лучший способ уйти из этой жизни, тем более, что все то же самое. Вы можете делать чуть-чуть позже, когда приведете свой организм в более-менее приличное состояние по активности основных систем жизнеобеспечения. Это все реально можно сделать. И самое главное, не вкладывая в свой организм, свое здоровье не прикладывая к нему титанических усилий. Все просто. Единственное, что нужно, это правильно делать, правильно использовать. Такие видео есть на моем канале. Вы, если не подписчик, можете легко подписаться и просмотреть другие видео на эту тему. Если вам нужно больше информации, в единицу времени, вопрос, вы видите телефон, вы видите мою почту. Пишите, звоните. Мы с вами можем проконсультироваться и по скайпу. Я могу вас консультировать из любой точки мира. Сегодня я в Киеве, а три недели назад я был в Риме. А Новый год я был в Париже. То есть я могу консультировать из любой точки мира, где есть интернет. Как правило, по таким точкам я и циркулирую. А вы можете жить тоже в любой другой точке мира. И мы сможем с вами легко связаться по скайпу, но только при одном условии. При вашем желании. У меня возможности определенные есть. Если у вас желание стать здоровее, стать лучше, изменить свой вес в соответствии с теми показателями, которые есть, в лучшую сторону. Все-таки есть безопасные границы и находиться лучше в них. Там больше запас прочности, там меньше неожиданностей. И вы можете со временем улучшить свое здоровье с моей помощью. Так же, как и своим друзьям, близким, если отправите им ссылочку на это видео. Вы можете поставить лайк, и тогда могут любые другие люди по этому найти это видео и тоже что-то изменить в своей жизни. Для того, чтобы секс приносил удовольствие вам не только теоретически, но и практически. И самое главное, чтобы это удовольствие можно было повторить то количество раз, которое интересует вас, а не то, которое вам позволит ваш, увы, часто почтенный биологический возраст, который во многих вещах вас ограничивает. И в питании, и в активности вашей, ну и в постели в том числе. Поэтому, если вам нужно больше информации, не вопрос, свое предложение вам уже сделал, а я подумаю, какое еще видео написать для вашего сексуального здоровья и активного долголетия в постели.